Здравствуйте! Вы смотрите программу Пульс Дня. Мы обсуждаем новости и их последствия. В студии Наталья Быстрицкая и Данил Русаков. Президент Байден провел свою первую пресс-конференцию после инаугурации. В ходе встречи с журналистами в восточном зале Белого дома, которая продлилась чуть больше часа, 62 минуты, Байден заявил о намерении вновь баллотироваться в президенты. Затронул проблемы вакцинации, отношения с Китаем, выводы войск из Афганистана. При этом Байдена не спросили по отношению с Кремлем. А единственное упоминание Путина пришлось на его сравнение с председателем КНРСи Дзиньпином, которого президент назвал умным человеком, но автократом. Когда я был избран, китайский лидер позвонил мне, чтобы поздравить меня. У нас был конфиденциальный разговор, который продлился два часа. Мы прояснили кое-какие детали. Я вновь дал ему понять, что мы не ищем конфронтации. При этом мы знаем, что впереди жесткая конкуренция. На пресс-конференции Байден ответил на вопросы всего 10 репортеров, и многие темы остались без внимания. В общей сложности на пресс-конференции присутствовали 25 журналистов. При этом начинал свое выступление президент заявление, в котором обозначил цель 200 миллионов уколов, которые должны сделать американцы в первые 100 дней его правления. Ранее Байден говорил о цели в 100 миллионов доз за аналогичный период. По его словам, этот рубеж был достигнут на минувшей неделе. Президент говорил об экономических затруднениях, а также о необходимости решения имеющихся проблем, связанных с контролем огнестрельного оружия и эмиграции. По его словам, республиканцы должны решить, намерены ли они сотрудничать с новой администрацией по этим вопросам. Отвечая на вопрос о перспективах вывода американских войск из Афганистана к установленному соглашению с талибами сроку, Байден заявил, что будет трудно уложиться к 1 мая. Ответ заключается в том, что будет трудно уложиться с выводом войск в срок до 1 мая. И так я и госсекретарь Блинкин встречались с нашими союзниками по НАТО. Их войска также размещены в Афганистане. И если мы будем уходить, то сделаем это безопасным, упорядоченным способом. Говоря о позиции Белого дома в связи с последними ракетными пусками Северной Кореи, Байден подчеркнул, что ответ на такие шаги последует, если Пхеньян выберет курс на эскалацию ситуации. Вместе с тем он отметил, что готов к некоторой форме дипломатии, которая должна быть связана с денуклеаризацией. Президент также заявил, что Вашингтон проводит консультации со своими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по вопросу противодействия Китаю, уточнив, речь идет об Австралии, Индии и Японии. По его словам, Соединенные Штаты намерены привлекать Китай к ответственности по тем или иным вопросам. Байден дал неоднозначную оценку своим чувствам предшественнику. Он со смехом заявил, что скучает по Трампу, но позднее пояснил, что не думает о нем, как о возможном сопернике на выборах 2024 года. Моему предшественнику это было необходимо. Мой предшественник, о боже, как я по нему скучаю. Но мой ответ – да. Я собираюсь баллотироваться на следующих выборах. В заключении Байден сказал собравшимся, ребята, я пошел и покинул пресс-конференцию. Сложилось впечатление, будто Байден сбежал от журналистов, неожиданно прервав беседу. Подводя предварительные итоги первого брифинга президента, который побил более чем 100-летний рекорд по своей отдаленности от даты инаугурации, некоторые журналисты не удержались от сравнения поведения Байдена и Трампа. Представители СМИ констатировали, что новый хозяин Белого дома в ходе пресс-конференции активно пользовался шпаргалками, а его ответы были достаточно осторожными в противовес напористой манере общения с журналистами, который отличался Трамп. При этом обозреватель издания «Политика» Джек Шафер на минувшей неделе отмечал, что фактически избегание Байденом пресс-конференции может быть частью его политической стратегии. Он привел в пример Обаму, который за время своего первого срока провел всего 36 пресс-конференций. Вчера Байден хотел говорить прежде всего о позитивных новостях, экономика снова растет, с радостью отметил Байден, так и должно продолжаться. Главным приоритетом президента в этой сфере является запланированная инфраструктурная программа, которую он представит на следующей неделе в Питтсбурге. Программа очень масштабная. Администрация планирует выделить на нее 3-4 триллиона долларов. Цель – модернизация мостов, дорог, аэропортов, а также системы водоснабжения. В Славу Байдена он намерен создать хорошо оплачиваемые рабочие места и компенсировать дефицит по отношению к другим странам. Проблема на южной границе – одна из самых острых тем, но Байден дал понять, что он не считает ситуацию критичной. «Ничего не изменилось», – утверждает Байден, хотя число мигрантов, желающих попасть в США, резко возросло. «Это сезонный фактор», – уверен Байден. «Так происходит каждый год. Не существует простых ответов», – уклончиво отвечает Байден на вопросы о конкретных решениях. И по теме «тысяч детей без сопровождения», которое размещается в ужасных условиях, в специальных центрах, Байден высказывается банально. Мол, это абсолютно неприемлемо, что им приходится спать на полу, но никто не должен оставаться в этих центрах более 72 часов. Впрочем, президент в основном отмечал, что этой темой в будущем будет заниматься вице-президент Камала Харрис. «Этот вопрос будет в хороших руках», – отметил Байден. В интернете развернулась дискуссия. Многие выразили недовольство содержанием пресс-конференции и отметили срежиссированность мероприятия. Скорее всего, все вопросы отправлены заранее и одобрены лично Байденом. «Полнейший конфуз», – пишет интернет-юзер. А Байден, – это намек на близость нынешнего президента с Обамой, – не смог толком ответить даже на элементарные вопросы. Похоже, вопросы он знал заранее. Вопросов на засыпку, как Трампа, ему не задавали. В общем, он справился лучше, чем я ожидал, но все равно не ахти, – заключает другой пользователь. Автор комментария призналась, что выдержала только 15 минут трансляции и выразила надежду, что у некоторых людей после пресс-конференции откроются глаза на Байдена. Похоже, мнение придерживаются и другие, сравнив мероприятие с рекламным роликом демократов с предварительно отобранными вопросами. Некто Тимоти Брукс назвал мероприятие показухой, отметив, что главе государства не задали ни одного острого вопроса. Пользователь под ником Сидон призвал привлечь к ответственности за жестокое обращение с пожилыми Джил Байден и других людей, кто дословно «ворочает Байденом». Но нашлись и те, кому понравились ответы президента. Он отлично справляется и уже выполнил многие своих обещаний, написал юзер под ником Клифтон. Не менее пяти человек погибли в результате торнадо в Алабаме, сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Келхон Мэти Уэйда. По данным Национальной метеорологической службы, в штате зафиксировано семь торнадо. Смерч привел к повреждению от 30 до 50 домов и построек в городке Пелхом. В результате торнадо почти 55 тысяч человек остались без электричества на юго-востоке, включая более 36 тысяч в Алабаме. Метеорологи объявили о чрезвычайной ситуации в районах к югу и востоку от города Бирмингема, а также в округах Шелби и Джефферсон. Гроза торнадо сохраняется для большей части севера штата, включая города Бирминген, Тоскалуса и Хансвилл. Авиационная общественность требует от Белого дома план возобновления международного авиасообщения. Многочисленные авиационные отрасли и отраслевые объединения призвали администрацию президента к 1 мая разработать основанный на управлении рисками план постепенного послабления ограничений на международное авиасообщение. Основанием для такого требования является снижение уровня заболеваемости и смертности от COVID-19, а также набирающие темпы вакцинации. Львиная доля международного трафика была перекрыта запретами в прошлом году. С 26 января этого года администрация Байдена также вела требования к предъявлению отрицательного результата анализов на COVID-19. В обращении особо подчеркивается, что отраслевая общественность не призывает снимать ключевые меры защиты общественного здоровья, такие как ношение масок, социальное дистанцирование и тестирование. По мнению авторов письма, данные демонстрируют, что как раз наличие этих мер позволит эффективно снижать риски и снять ограничения на въезд. План по безопасному возобновлению международного авиасообщения должен быть разработан до 1 мая, с тем, чтобы к лету границы могли быть открыты. В документе перечислен ряд элементов, которые должны быть интегрированы в план. Одним из них является условие, что свидетельство о вакцинации или справка об отрицательном тесте должны заменить карантин. В настоящее время Центр контроля и профилактики инфекционных заболеваний требует, чтобы все прибывающие в страну находились на карантине в течение 7 дней, независимо от результатов теста или вакцинации. Досмотр в аэропортах на прошлой неделе, в прошлое воскресенье, прошли полтора миллиона пассажиров. Такой высокий показатель зафиксирован впервые с марта прошлого года, сообщает ТСА. Авиационная отрасль особенно сильно пострадала от пандемии, объем авиаперевозок сократился на 60%. Пассажирские авиакомпании вернули около 26 тысяч сотрудников после того, как Конгресс принял решение продлить программу компенсации фонда заработных плат. Так, 10 марта Конгресс снова продлил действия программы до 1 октября этого года. На эти цели выделена сумма в 14 миллиардов долларов для нужд авиакомпании и 1 миллиард для предприятий наземного обслуживания. Взамен компании обязуются воздержаться от сокращений и снижения зарплат на время действий программы. Также вводятся ограничения на выкуп акций, дивиденды и премии руководящему составу. Данил, поступают сообщения на телетайпной ленте о том, что трагедия произошла в Чикаго. Там расстреляны люди, пострадали раненые несколько человек. И это на фоне тех событий кровавых, которые произошли совсем недавно. Стрельба в Джорджии и стрельба в Колорадо. Да, в этом смысле стрельба в Чикаго, штат Иллинойс, она, конечно же, отличается тем, что там не такие масштабы по числу летальных исходов. Однако известно о том, что убит один человек. Ну и первоначально, как только все это случилось, тогда отчитались о том, что 7 человек пострадали, получили ранения той или иной степени сложности. Ну и, собственно, о чем идет речь? Как сообщают местные СМИ, в том числе со ссылкой на полицейских, инцидент произошел ночью в одном из районов Чикаго. Он называется Эшберн. И полиция Чикаго говорит о том, что сразу после полуночи минимум двое мужчин открыли огонь в толпе на 79-й улице. И по данным правоохранительных органов, вот если мы говорим про того, кто погиб, это 26-летний мужчина, он получил огнестрельное ранение в голову и умер на месте. Также, как уточняют в местном штабе по чрезвычайным ситуациям, все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи будут следить за их жизнью, чтобы ее спасти, если это получится. Ну и мы видим, что действительно события произошли друг за другом в какой-то очень короткий промежуток времени. Но не сказать, что в Америке никогда не стреляли на улицах или еще где-то нет. Почему в Америке очень часто стреляли, гораздо больше, чем где-нибудь в Европе. Инцидент о вооруженных нападениях на магазины, либо какие-то культовые места, либо в местах публичного пользования, в данном случае улицы, парки, они все-таки так или иначе происходят достаточно часто. Но здесь почему события в Чикаго, в Джорджии и в Колорадо могут уложиться в одну такую идею, парадигму. В частности, буквально накануне всех этих событий, пресс-секретарь Белого дома Джан Псаки говорил о том, что, мол, никто не будет отменять конституционное право на свободное оружие, которое дано американцам, но при этом по факту получается, что это право будет в том или ином виде по задумке Байдена ограничено. То есть о чем идет речь? Речь идет о федеральном стандарте на проверку биографии людей, которые приобретают оружие, и еще много о чем другом. Ну и, конечно, тут уже родились разные идеи относительно того, почему нечто подобное на федеральном уровне появилось, почему такие обсуждения вообще существуют. И некоторые, конечно, приводят такие аналогии, что, мол, были в США выборы последние, которые взбудоражили общество очень сильно, и действующие политики, они боятся того, что, может быть, кто-то попытается в стране устраивать вооруженные вылазки на федеральные органы власти, и поэтому вот сейчас все это дело пытаются каким-то образом взять на федеральном уровне под контроль. При этом, конечно, любопытно, как они это будут делать на федеральном уровне, потому что лоббисты оружия, вообще, в принципе, лоббисты права на оружие в Соединенных Штатах – это республиканцы. Законопроект, даже если вы сейчас примут демократы, он в нижней палате американских законодательных органов наверняка пройдет, и это понятно, там большинство демократов, но вот в верхней палате все-таки у демократов не очень большое преимущество, напомню, перевес два голоса, а тех необходимых 60, которые требуются для того, чтобы протолкнуть ту или иную законодательную инициативу, там не хватает, то есть нужно будет договариваться с каким-то из республиканцев. Если по поводу того, поддерживать, не поддерживать Трампа, еще с республиканцами как-то, видимо, можно было договориться, потому что там тоже люди, у них тоже есть какие-то политические амбиции, они тоже, вероятно, хотят сами в Белый дом в будущем заехать, то вот с какими-то фундаментальными правами, как право на оружие, вот это уже совершенно другая история, потому что для электората и избирающего республиканца это часто вопрос очень и очень важный. Ну и также вот, что любопытно, на этой неделе происходит, Верховный суд США ждал в пятницу возможность принятия к рассмотрению нового иска о правах на оружие, который был поддержан Национально-Стрелковой Ассоциацией НРА, собственно, об этом сообщило агентство Reuters, и ИСС выразили протест в связи с законодательством штата Нью-Йорк, ограничивающим возможность людей носить с собой огнестрельное оружие в общественных местах. Девять судей должны, ну, то есть начали обсуждать этот иск в ходе еженедельной конференции, в то время, когда, собственно, действительно у нас есть события в Джорджии, Колорадо, и, понятное дело, скорее всего, суди будут принимать решение с оглядкой на информационные поводы, возникшие в стране. Ну, и ИСС, на самом деле, это двое владельцев оружия и Нью-Йоркское отделение НРА. Напомним, что это влиятельная и тесно связанная с Республиканской партией общественная организация, которая защищает право американцев на ношение и использование оружия. Так вот, эти ИСС просят судей заслушать апелляцию на постановление судонейшей инстанции, в котором они оспаривают Нью-Йоркское законодательство, требующее от жителей штата, доказывать, что у них есть уважительная причина, чтобы получить разрешение на скрытое ношение оружия вне дома. Переходим к следующей части «Пульсы дня». Полиция в Джорджии арестовала человека, пытавшегося проникнуть в офис губернатора. Продолжим через пару минут. Субтитры создавал DimaTorzok